Кирилл, Книжная палата пару дней назад опубликовала список самых издаваемых детских писателей. Знаешь кто? Носов, Пушкин, Корней Чуковский, Самуил Маршак и так далее. А тот человек, к которому мы сейчас пойдем в гости, в этот список не попал. Он оказался одиннадцатым, но он сидел на коленях у Астрид Линдрен, это писатель, которая придумала Карлсона, у Джани Радари, гостил у Самуила Маршака и у Бориса Захадера. Знаешь кто это? Знаешь? Валентин Постников, да, и он нас ждет, мы сейчас к нему поднимаемся, улица Зацепа, вот этот дом, красивый, красивый, старинный. А вот подъезд, пошли. Добрый день. Здрасте. Здесь живет Карандаш и Самоделкин. Здесь, проходите. Это мастерская детского писателя. Это творческая мастерская детского писателя, да. Слушайте, а... Это старый дом, старинный дом, ему больше ста лет, это чердак. Ага. А это ваше произведение? Да, здесь же у меня, здесь же я и работаю, здесь же мои книжки. Слушайте, ну здесь нет рома... Когда я выступаю перед детьми, я... Садовое кольцо, вот, да? Да, да. Без транса. Знаменитая улица Зацепа, про которую Михалков писал. Моя мама, вагон вожатая, до Зацепы вводит два прицепа. А здесь не только ваши книги? Да, здесь... Еще же... Здесь еще книжки знаменитого писателя Валерия Шульжика, автора «Поросенка Фунтика». А это чердак? А это чердак, да. Чердак старинного дома. Слушайте, ну как это романтичный, очаровательный, детский писатель пишет свои сказки на чердаке дома начала прошлого века. Да. Символизм. И всегда интересно, что здесь было сто лет назад. Может быть, здесь какой-нибудь другой писатель сто лет назад писал на этом чердаке. Валентин, ты родился в еврейской семье? У меня мама еврейка, Львович Наталья Иосифовна, дедушка с бабушкой еврей, папа русский, поэтому по еврейским законам, раз мама еврейка, значит я еврей. А мой вопрос был непростой. Ваши родители, ваша мама, ваша бабушка, бабушка с дедушкой соблюдали еврейские традиции? Вообще они понимали, что жизнь еврея отличается от жизни обычного советского человека? И они это вам объясняли? Да, я расскажу, дедушка родился на территории Украины, Иосиф Аркадьевич Львович, он родился до революции, родился он в богатой семье, у него папа и мама были, ну вернее папа был владелец сахарных заводов, и он говорил, что дома разговаривали только на Идыш, только на Идыш разговаривали, что все традиции сохранялись, ну до революции. Вот, и родился он в еврейском местечке, поэтому они ходили в синагогу, они все сохраняли. Когда случилась революция, конечно, многое поменялось, но дедушка, дожив до 80 лет, он участник войны, он прошел войну, он все традиции все сохранял и пытался это привить маме. Но мама, несмотря на то, что папа и мама были евреи, это уже была другая страна, другой уклад, поэтому мама это уже не соблюдала. Ну, например, расскажу такую историю, что дедушка никогда не ел свинину, никогда. И мама над ним всем посмеивалась, она всем говорила, папа, ну ладно, что такого-то, что, он говорил, нет, евреи свинину не едят. И однажды мама решила его обмануть. Он приехал к нам в гости, и мама пожарила ему свинину, и сказала, папа, садись ужинать. Папа сел, стал есть свинину, и говорит, ой, какое вкусное мясо, какое вкусное мясо. И она спросила, а что это такое? Она говорит, говядина. Он говорит, ну надо же, какая вкусная говядина, не думал, что такая вкусная говядина. И он уже съел отбивную. Она говорит, ну вот видишь, съел и не умирает свинина, и ему стало плохо. В нем настолько это было прям внутри него, что нельзя есть свинину. И мама его обманула, но когда ему сказала, что это все-таки свинина, ему реально стало плохо, пришлось врачей вызывать. Ему физически стало плохо, потому что это было на подкорке, это было, так сказать, внутри него. Свинину есть нельзя. А вот история с маминым паспортом советским. Когда маме было 16 лет, Наталья Осиновна Львович, у нее был старший брат, тоже папа и мама, естественно, еврей. Но когда он пришел получать паспорт, тогда в советское время, несмотря на то, что папа и мама были евреи, при получении паспорта у тебя был выбор. Ты мог написать или еврей, или русский по желанию. И старший брат, мамин, написал русский. А мама написала еврейка. Она говорит, я хочу, я хочу, чтобы написали еврейка. И потом в Советском Союзе много раз страдала из-за этого. Все знали, что она еврейка, в паспорте написано. Хотя она на еврейку не была похожа. Но она гордилась этим. Она говорила, а что такого, почему я должна стесняться, я этим горжусь. И когда все поменялось, пришла нынешняя власть, старший брат заболел. Заболел и захотел лечиться в Израиле. И, собственно говоря, его дети уехали в Израиль. И сказали, папа, ты можешь лечиться в Израиле, но тебе нужно только доказать, что ты еврей. И он пришел к моей маме и сказал, Наташа, пойдем со мной. У тебя же в паспорте написано, что ты еврейка, пойдем со мной. Мама сказала, а нет, дружочек. Ты, так сказать, всю жизнь кичился, что ты русский. В паспорте написал, что русский, извини, нет. Ты отказался от своих корней. Ты сказал, что ты не еврей, а русский, пожалуйста. Помогла в итоге? Нет, не помогла. Нет, не помогла. Она сказала, нет. Ты предал наш народ. Ты сказал, что ты русский, поэтому... И мама, когда пришло время менять советский паспорт, где написано еврейка, национальность еврейка, на российский паспорт, она пришла в милицию и сказала, я потерял паспорт. На нее, конечно, милиция сильно кричала, ругалась, но, тем не менее, паспорт новый выдала. А она мне этот паспорт отдала и сказала, сыночек, я надеюсь, что рано или поздно тебе это пригодится. Пускай это будет доказательством того, что мы евреи. Расскажите о своем творчестве. Вот кем был отец, и вы же переняли его традицию и его практически стиль написания, его героев. Ну, вообще, история семьи очень интересная. Мой прапрапрадед Леопольд Немировский, еврей, они были богатые евреи, у него свое было имение, он родился в 1803 году, что ли, я точно не помню, но неважно, Леопольд Немировский. Родился на Волыне, в богатой еврейской семье, и он был уланом, офицером уланом, он участвовал в нескольких войнах, но он был очень такой человек, который все время против власти боролся, против царя, он постоянно участвовал в каких-то массовых восстаниях. Короче, его было самое крупное восстание поляков, он был польский еврей, поэтому он участвовал в восстании поляков против царя 1831 год. Его арестовали, приговорили к смертной казни, должны были казнить. Ну как, человек вышел против царя. Это было прям массовое восстание. Он вышел против царя, а он был в верхушке, его арестовали, посадили в тюрьму, и должны были казнить. Но заменили смертную казнь на каторгу, и его сослали в Иркутск. И в Иркутске он близко подружился со всеми декабристами. То есть он дружил с Николаем Бестужевым, с Луниным. Два самых близких его друга было, это князь Трубецкой и князь Волконский. Они прям вместе все находились. И они подружились, общались, дружили. Все они жили в Иркутске. Но мой прапрадед, Леопольд Томировский, очень хорошо рисовал. Он хорошо рисовал, и губернатор Иркутска, увидев его рисунки, взял его к себе в дом. Он сказал, хоть ты и ссыльный каторжный, но давай ты будешь учить моих детей рисовать. И он, будучи ссыльным каторжным, жил в доме генерал-губернатора Иркутска, рисовал и учил детей его рисовать. А потом, через несколько лет, он стал ездить по всему Забайкальскому округу, по Байкалу, так сказать, и рисовал местный народ, вот этих местных людей. Вообще быт, уклад, кто там жил. И у него появилась такая огромная папка, которая называлась «Путешествие по Забайкалю», как-то так называлась она. И эти рисунки отправили в Санкт-Петербург, и они попали на стол к императору. Они попали на стол к императору, и император пришел в восторг. Он сказал, какие классные рисунки. Давайте сделаем альбом про Байкал, про Иркутск, про Иркутск область. И выпустили вот такую толстую книжку с его иллюстрациями. Огромную, большую. Я ее иногда вижу. Она стоит очень дорого в антикварных магазинах. Его рисунки попали в Париж, попали в Варшаву. Они сейчас есть в Третьяковской галерее. В общем, его рисунки. И он пробыл там 20 с лишним лет, в Иркутске. Там он женился, у него родился сын, и получается его сын, мой прапрадед. А женился на еврейке? Женился, да, на еврейке. Там весь род женился только на еврейках. И вот моя бабушка с очень редким именем. Когда моя бабушка родилась в ду революции, у нее абсолютно еврейская семья, был тоже еврейский уклад, тоже со всеми традициями еврейскими. Очень редкое имя Росина Наумовна Немировская. Я потом один раз только такое имя встретил, Росина. Я не знаю, еврейское это имя, не еврейское, Росина. Один раз я книжки подписывал, когда девочки подписывал Росина. И так получилось, что моя бабушка из Иркутска приехала в Москву, еврейка, и дедушка приехал из, с Украины, и они встретились в Москве. Ну, поженились, и у них родились двое детей, вот моя мама, вот, и бабушка, и дедушка были евреи, и, соответственно говоря, мама тоже еврейка. Вот, а папа мой, Юрий Михайлович Дружков, но он постников, то есть я, вернее, постников, как он, но он взял в себе псевдоним. Юрий Михайлович Дружков. А почему? Это более звучно было. Дружков, это были 50-е годы, он, мой папа, основатель журнала «Веселые картинки». Все выросли на этом журнале «Веселые картинки». И мой папа придумал героев, вот которые за нашей спиной, «Карандаша» и «Самоделкина». И они стали, собственно говоря, главными героями журнала «Веселые картинки». И это было в 56-м году. А в 64-м году он написал книжку «Приключения Карандаша» и «Самоделкина», которая стала очень знаменитой. Ее тираж на сегодняшний день 55 миллионов экземпляров. А почему папа взял псевдоним? Как мне сказали потом, что это была мода, что многие писатели брали псевдонимы. Не потому, что фамилия Постников какая-то некрасивая, а потому, что была мода. Брали вот «Дружков, друг всех детей». Как будто он. Вот. Мой папа написал две детских книжки, две взрослых. Но «Приключения Карандаша» и «Самоделкина» до сих пор издаются, переиздаются, издавались на 28 языках. На иврите, кстати, она ни разу не выходила. К сожалению, к сожалению, да. Вот. Я надеюсь, что это рано или поздно это случится. Она выходила на разных языках. Очень смешно звучит. По-английски «Pencil» и «Screwbolt». «Pencil» и «Screwbolt». «Карандаш» и «Самоделкин». На Украине «Оливец» и «Самородкин». Вот. Очень смешно это звучит. На болгарском. В Болгарии очень любят этих героев. Часто их переиздают в книжке. «Моливка» и «Срычка». «Моливка» и «Срычка». Вот. Выходила и на чешском, и на венгерском, и на болгарском. В общем, на разных, да. На индийском, на арабском. В общем, на разных языках выходили. А вы как к этому пришли? Так как мой папа был писателем, я всю жизнь жил в окружении писателей. Вот я дня не помню, чтобы у нас в гостях не было какого-нибудь известного писателя. К нам приходил Маршак, Чуковский, Драгунский, Носов, Ковали, Эдуард Успенский, Борис Захадер, Григорий Остер. В общем, все самые известные детские писатели. Валерий Шульжик, автор «Фунтика». Да. Они все были у нас в гостях. Когда мне было три года, в Москву приехала с дружественным, как говорят, визитом Астрид Лингрен, автор «Малыша и Карасона» «Пеппи Линчлок». Я у него на коленях в три года сидел. Джани Радари, автор «Чиполлино», приезжал и в пять лет у нас был в гостях. Я тоже его помню. То есть, они все были у нас в гостях. И я вот эту культуру писателей, художников, поэтов детских, я их впитал с молоком матери. Я все время был вокруг этого. Мало того, если папа был детский писатель, то мама всю жизнь проработала в детском издательстве редактором. И она редактировала и Маршака, и Чуковского, то есть, всех этих писателей она, собственно говоря, редактировала. И я всю жизнь как в бульоне варился с этими писателями. И когда меня в детстве спрашивали, мальчик, кем ты хочешь быть? Я говорил, кем угодно, только не детским писателям. Потому что они мне в детстве надоели. Они не надоели. И стал. И я сказал всем в детстве, я буду сыщиком, я буду ловить преступников, я хочу быть, как Шерилл Комс. И когда я ко всем походил, приставал, где учат на Шерилл Комс? Мне сказали, в юридическом институте. Поэтому, когда я вернулся из армии, я поступил в юридический институт, отучился 6 лет, закончил его. Но, учась на втором курсе, я вдруг понял, что это не мое, что я промахнулся, выбрал не тот вуз, что мне юриспруденция совершенно не годится. Я стал писать книжки, и на втором курсе, учась, у меня вышла первая книжка, которая называлась «Новые приключения Карандаша и Самоделкина». А это первая книга была, которую вы написали? Это самая первая была книжка. А о чем она? Про Карандаша и Самоделкина, про новые приключения. В чем приключения? В чем новизна? Что они, у папы, все приключения были в одном городе, в одном месте, а в моей книжке они отправились в путешествие. И самое интересное, что в тот же, в тот момент, на втором курсе, я женился на очень красивой девушке с фамилией Чебурашкина. Просто так совпало, что я детский писатель. Лена, по-моему, да? Да, Лена, да. Лена Чебурашкина, что вот я детский писатель, а у нее такая фамилия. Мне, кстати, когда я только написал эту книжку, в издательстве говорили, слушай, возьми себе псевдоним. Будешь Валентин Чебурашкин. Для детского писателя весело и хорошо. Я подумал, папа был Юрий Постников, а писал под псевдонимом Дружков. Я Валентин Постников, а буду писать, или там возьму себе фамилию Чебурашкин. Говорю, ну какой-то, так сказать, ну мне не хотелось повторения этой истории с псевдонимом. Поэтому я остался Валентин Постников. Она была художницей Чебурашкина, она рисовала мою первую книжку. Собственно говоря, и вторая жена тоже художница. Вот так вот совпало. Сколько книг у вас вышло? Написал я 35 книжек, но писатели по-другому считают. Писатели считают, какой тираж. Вот у меня тираж всех моих книжек 5 миллионов экземпляров. То есть 5 миллионов детей, ну приблизительно, прочитали мои книжки. Но это вы самые издаваемые писатели в России? Нет, конечно, не самые издаваемые, нет. Вообще, скажем так, самые издаваемые писатели, это все равно советская классика. Это Маршанг, Чуковский, Носов, Успенский, Барто. Это все-таки старая классика советская, они сами издаваемые. Ну и из современных писателей я, скажем так, вхожу там в тройку самых популярных индийских писателей. Собираетесь делать Алию в Израиль? Да, конечно. По какой причине? Вы любите море, вам не нравится московская зима, вас не устраивает что-то здесь, в России? Мне все, так сказать, вот все, что вы назвали, у меня все не... У меня, во-первых, очень погода. Не знаю, мне 50 лет, я уже давно понял, что эта погода не для меня. Такое ощущение, что вот как будто меня специально взяли из теплого места и поселили в холодное место, как сослали в Сибирь моего прадедушку. Вот, это раз. Мне не нравятся грязные улицы, ну, много чего мне здесь не нравится. Я хочу сказать, что когда я недавно приехал в Тель-Авив с женой, и мы с ней жили в гостинице в центре города, и когда мы гуляли, я вдруг для себя отметил, что все люди вокруг нас улыбаются. Это да. Они ходят и улыбаются. И не вот так вот, искусственно так, и вот так вот, да, а они ходят, особенно очень много молодежи. Они вот все на роликах, на велосипедах, на самокатах, с собаками. У них у всех на лице улыбка. Я жене говорю, ты посмотри, ведь это город счастливых людей. Они все улыбаются. Но когда заходишь в кафе, смотришь меню, и улыбка исчезает. Ну, там дорого, там все дорого, естественно. Там дорогие квартиры, дорогая недвижимость. Ну, вот ощущение счастья. Мы с ней гуляли по набережной, вот по этой, да, и вот было вот ощущение какого-то удовольствия. Я, знаете, как любой еврей, всегда вот в каком-то раздумии. Хочется жить в тепле, хочется, чтобы, если не дай бог, что-то со здоровьем, чтобы медицина была не такая, как у нас. Вот вместо, столкнулся я сейчас с нашей медициной. К сожалению, очень много непрофессионалов. Хочется, чтобы было все профессионально. Хочется жить в счастье, в радости, но вот ты всем думаешь, ну, тебе уже 50 лет, ты не знаешь языка. Ну, так сказать, ну как, что вам, все это сложно. Надо решаться, когда ты молодой. У меня двое детей, Семен и Глаша. Мне бы хотелось, чтобы у меня был паспорт израильский, в первую очередь для них, потому что они же автоматически получат гражданство, чтобы они могли, чтобы они могли принять решение. Может быть, не сейчас, но там через 10 лет захотят и будут там жить. Вот для этого. А собираетесь ли вы соблюдать шаббат, ходить в синагогу, участвовать в утренних молитвах, в миньянах, сделать брит? У вас же нет пока еврейского имени? Нету. Получить еврейское имя собираетесь? Можете пообещать, что когда-нибудь это наступит блинедр, 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 блинедр. Я обязательно это сделаю, потому что и мои дедушки, и мои бабушки, и прадедушки все это делали. К сожалению, это было утеряно за время советской власти, за то время. Я родился в советской семье. Дедушка пытался и маму, и даже меня к этому тогда, в 70-х годах. Хоть как-то, хоть, так сказать, но мы тогда этого не понимали. Я понимаю, чем старше я становлюсь, тем это нужно приходить. Это мои корни. К своим корням надо приходить. Я хожу в синагогу, которая недалеко от вашего дома. Готовы пойти со мной в субботу послушать чтение Торы? Готов, конечно. Я когда был в Израиле, я слушал, я ничего не понял, потому что это было на еврите. Я ничего не понял, но я стоял и в дверях слушал. У нас есть великолепный раввин Мотл Гордон. Он раввин хамовников, и он все расскажет и переведет специально для каждого еврея. Он это делает. И самый главный вопрос нашей сегодняшней встречи. Вот прямо в камеру можно. Слева камера, которая вас снимает крупно. А как родителям объяснить детям, что надо читать? Как? Что за чудо должно свершиться, чтобы дети... Они отложили планшеты или хотя бы читали в этих планшетах не стрелялки? Чтобы дети читали книжки, а не стрелялки и так далее. Мой близкий друг Марк Наумович Торловский, детский писатель, автор книжки «Вперед, мушкетеры» и еврей, он один раз сказал замечательную фразу. Когда вступает в борьбу желудок и интеллект, побеждает желудок. Это мы на елках с ним работали, и дети в антракте все бежали в буфет, а мы книжки с автографом продавали. Я говорю, почему к нам не бегут, не покупают у нас книжки? Он говорит, пойми, желудок и интеллект всегда желудок побеждает. Когда детям положить выбор мобильный телефон, планшет или книжка, сам ребенок, конечно, выберет мобильник, потому что там не надо думать, там не нужно сильно напрягаться. Конечно, в мобильник проще играть, но есть родители, которые мобильный телефон и планшет дают дозированно и сами читают вслух. Это традиции чтения перед сном. Вот это самое лучшее. Когда мама или папа, чаще, конечно, мама или бабушка, берет, ребенка укладывает в кровать и перед сном хотя бы одну главу ему читает. Тогда появляется традиция вечернего чтения перед сном. Когда уже наступает пора, когда ребенок сам учится читать, самое интересное, это когда мама читает, доходит до самого интересного момента и говорит, а теперь, если хочешь узнать, что будет дальше, почитай сам. А у меня дела, мне нужно помыть посуду, погладить, постирать. И ребенок, как правило, ему хочется узнать, схватил пират буль-буль карандаша или не схватил. шпион дырка украдет сокровище или не украдет. Вот-вот, ну, нужно что-то делать. В любом случае, кстати, однажды был такой случай. Я стоял в книжном магазине, подписывал книжки, подошла мама и сказала, я говорю, не хотите своему ребенку книжку с автографом? Она говорит, вы знаете, у нас дома тысячи книг, что я только своему 10-летнему сыну не предлагал. И старика Хаттабыча, и простоквашина, и незнайку, и волшебник изумрудного города. не хочет, не нравится ему читать. Я говорю, давайте я вам подпишу, говорю, вот эта книжка может ему понравиться. Она говорит, я еще такой книжки не видела, которая бы ему понравилась. Ну, давайте, пускай будет там 101-я книжка с автографом, которая тоже встанет у нас на книжную полку. Я ей подписал книжку и свой телефон оставил. Я говорю, если захотите меня пригласить выступать, звоните. Она позвонила через несколько дней, она говорит, вы волшебник, мой сын читает. Я впервые, на мобильный телефон, щелкайте всем друзьям отсылать. Ребенок прочитал книжку. Она в полном восторге побежала в книжный магазин, купила все мои книжки. Он все прочитал. После этого я пришел, выступил еще перед ней. Ответ такой. У каждого ребенка есть та книжка, которая ляжет ему на душу. Вот он 100 книг отложит после первой главы, а 101-я ему ляжет на душу. Не надо не бросать. Пробуйте, пробуйте, пробуйте. Моя книжка или другого писателя наверняка ему, как говорят, зайдет, и он поймет, что читать это здорово и станет читающим ребенком. Вот мой ответ.